Всем доброе утро! У нас на эти дни передавали на каждый день дождь, но сегодня мы проснулись солнышком. Конечно, и же прохладно, не так тепло, как было раньше. Я сейчас буду пылесосить. Адриан ушёл за посылкой, ему там пришли книги. Они пришли ещё в четверг, когда Адриан был в Берлине. Я была дома, и пришло сообщение, что доставку не могли сделать, потому что никого не было дома. Хотя я была дома, именно в это время, когда они приходили. Но в этой фирме очень плохие отзывы, и многие комментаторы писали, что они вот так вот делают. Человек находится дома, а они ставят, как будто его не было дома. Или не приезжают, или я не знаю. Но дело в том, что никто не приезжал, эту посылку никто не доставил, и сейчас Адриан поехал за ней. Если это книги, так как мы думаем, то это должно быть 50 книг. Так что он поехал на машине, и в пятницу я думала пойти забрать. Но Адриан говорит, нет, это будет очень тяжело. Не ходи, я потом приеду, поеду на машине и заберу. Так что посмотрим, как у него получится забрать эту посылку. Надеюсь, что без приключений. Я сейчас хочу пропылесосить в доме, застелить кровать, потому что мы еще ее не сделали, только позавтракали. Мику накормили, и пока что еще ничего не делали. Просыпаемся. Ого, ничего себе. Вон она. Так это книги, да? Нет, бомбы. Круто, два ящика. Ничего себе. Мика делает разведку. Все интересно. Круто, два ящика. В итоге. Круто, три ящика. Круто, два ящика. Круто, два ящика. Ящик. важный момент сколько книг все вот оно это что это номер зарегистрированный но я там не разбираюсь когда выходит продажу еще не сказали точную дату 22 ноября на касса de libro и amazon или где на теперь надо будет ждать продаж все еду пылесосе тебя оставляю за твоей работы и поздравляю я решила выйти на прогулку очень сильный ветер очень тяжело ходить гулять и смотрите какая речка переполненная но все равно пока солнышко чуть-чуть попозже передают опять дожди очень сильные обычно я хожу по той стороне реки но сегодня решила перебраться сюда потому что здесь меньше ветра а там прямо ветер очень сильно чувствуется но ничего что-нибудь новое здесь очень красиво пахнет запах опавшей листвы и вот такая вот осень напоминание кстати уже потихонечку на к начале начинают украшать город к новому году к рождеству смотрите какое сегодня бушующее морюшко пляж на конча почти уходят под воду чуть-чуть осталось красота а а а а а а Продолжение следует... 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 Так что сейчас, наверное, мы пойдем поужинаем и будем продолжать дальше смотреть секретный материал. Мы начали первый сезон с первой серии, посмотрели две серии после обеда и сейчас будем продолжать смотреть. Я не знаю, кто-то помнит этот сериал или нет. Я его еще, наверное, в ранней юности смотрела. И тогда мне было так страшно, смотрела его голова под подушкой, а сейчас уже не так страшно. Хотя бывают моменты, когда я еще закрываю глаза. Недавно смотрели эротическую комедию с Дэвидом Духовным. «Блудливая Калифорния» вроде бы так называется. Этот сериал лучше с детьми не смотреть. Там есть такие сцены, которые совсем не для детей, плюс разговоры тоже. Но очень интересный сериал. И я вспомнила, что я когда-то смотрела эти секретные материалы, и там был этот главный герой, Дэвид Духовный. И теперь мы решили пересмотреть этот сериал. Адриан не смотрел его, но сейчас, хоть он и старый, все равно очень интересно его смотреть. Очень хорошо снят, очень интересный сюжет. Ну, как для меня, я люблю всякое такое. Хотя потом многие сцены мне страшно смотреть. И сегодня уже интересного ничего не будет. Я, наверное, с вами попрощаюсь. Всем желаю хорошего настроения. Берегите себя. И всем пока-пока.